Слышали ли вы вот такой рэпчик? Моя стата долго не потерпит минуса, В которых постоянно я на мясе на КВ. Медвежья услуга, всё же стата зала В. Что, кроме словосочетания «медвежья услуга» вы тоже ничего не поняли? Но момент показательный. Этот фразеологизм распространён даже в молодёжной субкультуре. Давайте же разбираться, что он означает и как появился в нашей речи. Зубок, ты что наделал? Ну я... Да, Зубок оказал нам медвежью услугу. Какую ещё услугу? Какого ещё медведя? Итак, какого ещё медведя? Первоначально медведь был обезьяной в Древней Индии. Там бытовала занятная история про обезьяну и камень. Французский баснописец Жан де Ла Фонтен позаимствовал этот сюжет для своего рассказа. А наш Иван Андреевич Крылов перевёл его на русский язык и назвал «пустынник» и «медведь». Напомним, там косолапый, отгоняя мух от своего друга, ненароком его зашит. В самой басне не содержится выражение «медвежья услуга». Оно появилось позже. Зато есть ставшая пословицей в русском языке фраза «Услужливый дурак опаснее врага». Итак, помощь бывает разная. Запоздала и своевременная, неожиданная и долгожданная. А бывает такая, что лучше бы её вовсе не было. Такую помощь и называют «медвежьей услугой». А в чём дело-то? Кого ищем-то, молодой человек? Вы понимаете, ищу того гада, который три месяца назад моему Вовке. Вот этого хомячка продал. Вот он, вымахал, зараза! Дураки! Все дураки!